Вы здорово поддержали первую серию прохождения модификации под названием «Пространственная аномалия». Именно поэтому я продолжаю её проходить. Нашей основной задачей по-прежнему остаётся выбраться из этой проклятой аномалии. Однако сегодня нашего главного героя будет ждать сюрприз. В подсказке появился пулист. Помимо первой серии, там будут и последующие части этого прохождения. Поэтому для удобства заглядывай в него. Также не забывай ставить лайк и подписываться на канал с колокольчиком. Желаю тебе приятного аппетита и просмотра. И я начинаю. Всем приветики, ребятишечки. Здравствуйте ещё раз. И это продолжение прохождения «Пространственной аномалии». И сейчас мы идём с дубалёмчиком, с местным охотником уничтожать... Кого-кого? Химеру, да. Если ты не ответил на этот вопрос, то, скорее всего, ты не смотрел предыдущую серию. Так, а чё-то я без оружия-то хожу. Давай-ка. Химера уже в бункере. Напасть нужно неожиданно. Не дай ей покинуть бункер, иначе беда. Если она всё-таки выберется наружу, я поддержу огнём. Вперёд. Смотри мне, блин, если не поддержишь. Слушай, у меня грен нету, никаких нету. И чё мне убить химеру? Ну давай убьём тогда, ладно. О, она сидит. Слушай, нет, давай-ка бизон. Хотя, надо ли бизон? Давай-ка как-нибудь вот так вот. Ты сказал, поддержишь огнём, а где она? Допасть нужно неожиданно. Блин, братан, как бы неожиданно не получится. Это как-никак химера. Её с двух пуль ты не убьёшь. Так, ПНВ. Ага, 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 ага. О, какая серьёзная. Ты смотри на эту кривосячку. Где она? Где, где, где? А, вон она. Я даже её из вида потерял на мгновение. Так, бизон давай. Фух. Ладно, без бизона. Ну, слушай, она оказывается немного дамажная, на самом деле. Потому что обычно химеры всё-таки стоят подольше. Наверное. Так, а могу ли я тебя обыскать? Нет, обыскать я не могу. Странно, почему? Видимо, у меня слишком маленький для этого ножик. Ну, хрен его знает. Неважно, короче. Там эти долбаные ещё телепорты. Господи, так, всё, всё, всё. Ну, как тут пройти-то? А как тут пройти? Ааа, боже. Давай тогда мы вот так пойдём до базы. А ну, конечно, дойдёт. Да, у меня же всё прекрасно за стамина. Я сейчас дойду. Угу. Ну, как-то так. Всё, теперь в случае чего не нужно бояться, что химера неожиданно забродёт к нам на базу. Спасибо, что подсобил. Да ладно тебе, для всех ведь старались. Да и я спокойнее спать буду. Кстати, пока я не забыл. Маркус просил передать, чтобы ты подошёл к нему. Как у тебя появится свободная минута, конечно. Ладно, поговорю с ним. Так, поговорить с Маркусом станет провалено. В смысле, я даже не искал этот мар... Ладно, неважно. Приветствую, зверь. Я заметил, что и сыщик с тебя неплохой. Химеру с дубаломом выследил, падальщика сумел найти. Более того, о всех его грязных делах нам поведал. А к чему ты клонишь? Помощь твоя нужна. Ещё до лютого у нас был другой старший, и кличка у него была гильза. Хороший мужик был, но пропал. И как давно он пропал? Чуть больше месяца назад. Конечно, могу поверить, что он всё ещё жив, но я словил сигнал его КПК несколько дней назад. Возле заброшенного убежища. Однако, через секунду сигнал пропал. Я обшарил весь этот подвал, но так ничего я не нашёл. Может быть, он как и падальщик по телепортам перемещается. Выход ищет или выбраться не может. Попробуй разыскать его зверь. Хм, ты думаешь, что он смог продержать столько времени в одиночку? Всякое может быть. Мужик он был крепким. Экзоскелет и ПТМ при себе имел. Да и еды патронов на момент его пропажи было у него достаточно. Гильза хорошо справляется с обязанностями главы. Ему удалось группировать нас вместе. А у нас ведь это сталкер всех мастей. Ладно, попробуй найти этого гильза. Может и получится чего. Нужно осмотреть подвал, о котором говорил Маркус. Может и найду что-то полезное. Подвал, о котором... Так подожди, это тот подвал, где... Как его? Где мы инструменты нашли, как я понимаю? Наверное, это именно тот подвал и... Ну, господи, ладно, тут идти недолго. Так, где? Что? Как? Живой. Неужели успел? Выброс не достанет меня здесь. Эй, наемник. Шпала какой-то. Возьми на столе бутылку. Давай выпьем за то, что прожили еще один день. Я бы гитару еще взял, мужик. А, пусти. Эм, ну... А что за записка шпала какая-то? Ну-ка, использовать. Фух, отдышался, на нога все еще болит. Гребаный снорк выскочил слишком внезапно. Хорошо, хоть перелома нет. Последний патрон из автомата пришлось потратить на то, чтобы его успокоить. Послушай, Леха, если ты читаешь эту записку, то знай, что я все еще жив. Подожди меня в этом подвале, я прихожу сюда на ночлег. Думаю, что вместе мы сможем найти отсюда выход. Главное, дождись меня, ладно? С уважением. Шпала, а я что, эту записку профакапил, что ли, в свое время? Так, вот казаки. Эм, какая... Вот, наверное, да? Где водка? Я не понимаю, вот эта водка есть? Да, водка. Да. Ой, да это, пацаны, это обман все. Ой, я пить хочу очень сильно, а у меня воды даже нет, прикинь. Ой-ой-ой, это очень плохо на самом деле. У меня сейчас, у меня очень большие беды со стаминой сейчас будут. Беды со стаминой. Убить гильзу? Эм, убить гильзу. Ну, на самом деле, я помню этот квест еще из старых версий. И я знаю, как можно спокойненько его выполнить. Но, видимо, не сейчас, да? Ну да, не сейчас. Блин, господи, я дурачок. Я зачем-то без воды сюда поперся вообще. И это будет сейчас крайне сложно, правда. Так, давай как-нибудь проманцуем. Эм, но мне повезло, что он завис вроде как пока что. Боже, у него там хп осталось прям совсем немного. Я не знаю, как так вышло. Но я не смог сейчас его убить. Попытка номер два. Все. Доманцевались? Обыскать труп гильзы. А у него был, кстати, пулемет. Вот это да. Так, брюки какие-то нашли. Аптечки не дали, ну спасибо. Наемник. Тебе крупно повезло, что фантом не тронул тебя. Если бы ты не прошел его испытания, то уже никогда бы не смог проснуться. Фантомы очень коварны, но то, что их порождает, в разы опаснее. Погоди, что ты несешь? Кто ты такой вообще? Сейчас это не самое главное. Тебе нужно опасаться фантомов и держаться подальше от них. Они очень опасны, запомни это. Что здесь творится? Что сейчас там фантомы? То, что ты видел здесь прошлой ночью, это и было фантомом. Фантомы это в душе погибших людей. Они появляются на месте своей гибели или поблизости от своего мертвого тела. Обычно они не опасны. Но того фантома, что ты видел, создали, чтобы заманить кого-то в ловушку. Тогда у того, кто это сделал, ничего не получилось. Я ведь выбрался? Тебе повезло больше, чем сталкера, который попал в ловушку до тебя. Но нельзя постоянно опираться только на везение. Она может подвести тебя. Будь бдительный, наемник, и не дай еще раз себя заманить в ловушку. Откуда ты все это знаешь, старик? Я много чего знаю, просто последуй моему совету. Тебе угрожает опасность, не дай себя обмануть. Бывай, наемник, надеюсь, еще встретимся. Чего? Эй, погоди, а как ты собираешься покинуться в аномалию? И ушел. Ну, молодец, правильно, зачем нам помогать, зачем? Ну, правильно. Ну, я нашел пулемет, кстати, в начале игры. Я вот не понял, а типа... Мне это померящее расследование и вправду происходило. Ну, по идее... О, по идее, блин, пулемет-то реальный, вот он у меня есть. Нифига себе, вот это машина, однако. Правда, патронов мало, и он убит немного, ну да ладно. Не, ну, скорее всего, нифига подобного, на самом деле. Мы действительно были в какой-то ловушке, и раз пулемет-то при нас, типа. Пулемет-то реальная вещь, как-никак. Мм, все здесь странно, конечно. Так, надо пойти в воду набрать. А, посемь, да господи. Так, водичку, змея, набери. Мне нужна фляга, наполнишь. Давай, держи флягу. А, жду сообщения тебя. Так, ну что? Ну, зверь, есть какие-нибудь новости о гильзе? Я нашел гильзу. Он оказался зомбированным. Мне пришлось убить его. Грустно все это. Зря он ушел от нас тогда. Может, и жив бы остался. А как вообще тебе удалось его уложить? Он ведь в экзосклете был, или нет? Сложно было, но все-таки мне удалось это сделать. При нем были какие-то заметки, или, может, что-то полезное нашел? При нем был только вот этот вот брелок, возьми. Да, это его брелок. Ладно, спасибо, зверь. Держись за это кое-что. Обращайся, если будет нужна помощь. Бывай. Вернуться обратно к Маркусу. Здание выполнено. И подожди, насчет еды-то, кстати. Сос, Сос, есть тут кто? Сталкеры, отзовитесь, нужна помощь. За мной погоня. Все, кто рядом, помогите. Высылаю данные о своем местонахождении. Понимаю, только вот у меня проблемы с питьем. Сигнал, Сос, странно. Неужели в эту ловушку опять кто-то угодил? Надо бы проверить. Это понятно, но как я должен сейчас сбежать-то, на самом деле, вот с такой стаминой? А тут торговства никакого нет, видимо. Ну, блин. Ну, может подождать. Давай-ка, наверное, поспим немного, буквально. Сколько сейчас по времени? Восемь. А давай до двенадцати поспим, пока этот чё, ну, в воду флягу наберет. Надеюсь, тоже дико не будет, во всяком случае. Зверь, заходи за флягой с водой. Я очистил воду. Вот за это спасибо, ради этого сейчас к тебе и иду. А, ну вот и дождик, кстати. Ну, прям гениально, на самом деле. Так, попей, а еду... Блин, у меня остается последняя консерва, не знаю, на самом деле. Все, придется кабанов тогда ловить и хавать кабанов. Ну, а чем мне остается делать? Ха, это, конечно, немного странно. Мы три часа, грубо говоря, потратили. Но, в принципе, не суть эта игра. И эти формальности, они, может быть, даже ни к чему. Так, ну на еще, блин. Воды на тебя не напасешься, а, серьезно? Так, ну что, Махмуд, Мурат, ты это самое... Что это, где это, наверное? Что случилось-то? Наемник, ты кто такой, твою мать? Отвечай или открой огонь? Успокойся, я помочь пришел. Звери меня кличут. Помочь ты пришел, да? Что ты мне в уши на уши бешишь? Что вам, наемник, от меня вообще надо? Не слышал я ничего, вали. Вам таком. У меня здесь больше никого, я только один. Ну да, я один же. Допустим, что ты не врешь. Погоди, ты сказал здесь. Что ты имеешь в виду? Эх, мужик, не повезло тебе. В пространственную аномалию ты попал. Что? Блин, нужно убираться сюда, срочно. Наемники скоро придут, они видели, где я пропал. Не паникуй, пойдем к базе, а там обговорим все подробности. Это далеко? Много здесь еще сталкеров. Все, просто задавшись там, пойдем. Это правильно, да. Так, давай-ка лучше, наверное, Бизонт повесим. Я вот не знаю, есть ли смысл мне комбет свой, наверное, вычинивать. В принципе, перестрелок как таковых тут и нету, поэтому... Зачем? Правильно, а, начинаются радиоактивные осадки, ну спасибо. Так, начнем от машин, кстати. Я вот говорил, что в тачках может что-то быть, а у меня антирад имеется. Да, у меня крайне много антирадов. Так, тут есть что? Так, ух ты, еду нашел? Офигеть, еду нашел. Так, аптечка, аптечка, патроны. Нет-нет-нет-нет-нет, я хочу забрать все это дело. Так, дай-дай-дай-дай-дай, все. А почему как-то они их не зачитали? Так, еще один. О, патроны для москита, все классно. Так, тебя могу обыскать? Не могу. Все, мужик, валим отсюда, во большее-то делать нечего. Сейчас нас радиоактивные осадки может загубить. Ну, под... Можно держаться вместе. Вернись ко мне. Продолжаем движение, только не убегай далеко. Мужик, как-никак радиоактивные осадки тут, понимаешь, и как бы... Шевели копытами, короче, вот. Рассказать лютому о сталкере. Так, ну я, кстати, опять обучился. Здрасте, здрасте. Держи-ка вот по своей патроны. Награда 3000 дает. Все отлично. И на эти деньги, кстати, я думаю, что есть смысл что-нибудь себе починить. Во-первых, костюм. Во-вторых, здесь что? Ух ты, я вот... Ты можешь что-то загрейдить. А, вообще, грейды, стреки дешевые грейды по 100 рублей. Хе, ну по 200, ладно. По 300, по 300. Что такие дешевые грейды? Типа из-за того, что я свой? Ну, слушай, у меня патрончиков крайне много. Так что давай-ка я, наверное, пестик тебе сейчас отдам. Пистолеты, да, Вальтер, за 200 рублей. Пока выложим, канистру тоже пока выложим. А, нет, не могу. Ой, да слушай, а, это не те патроны. Ну ладно тогда. А что еще можешь, мужик, загрейдить? Ну давай, наверное, радиохим, да, по 200 рублей банально. Вот это давай. А, уже 1000, но ничего страшного. Бизончик чисто, знаете, как второе оружие у меня тогда будет. Я попозже его буду использовать в случае чего. Так, вот тут давай вот это, вот это, вот это. И все, класс, да, у меня калашников в довольно-таки неплохом уже состоянии. Так, опять минус вода, боже. А ты же бесплатно воду наливаешь, да? Благо, фляга простая, все договорились, пока я тут, собственно, что-то делаю, ты мне, пожалуйста, флягу, это самое, заполни, наполни. Так, подожди, надо что сделать, надо поговорить. Рассказь лютому о сталкере, а лютый что, решил к военному перебраться поближе, типа? Вот, не знаю, что он так решил. А, нет, 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 перезаряжайся давай. Ну, собственно, по поводу сигнала сос. Слышу тебя, ты поговорил с тем, кто его отправил. Да, это тот сталкер, что отправлял сигнал бедствия уже здесь. Я довел его до базы. Я думаю, что ты правильно поступил, зверь. В такой ситуации нужно держаться вместе, лишний ствол нам не помешает. Он хоть понимает, куда он встрял? Ты ему объяснил? Да, я рассказал ему, когда я нашел его. Он сказал, что за ним гнались наемники. Вот это уже проблема. Ладно, я думаю, что у них хватит мозгов не лезть в эту аномалию. Зверь, сходи, поговори с ним, расспроси что-то, как? Чем больше мы будем знать о нем, тем больше у нас оснований доверять ему. Это правильно, это да, сейчас сделаю. Спасибо за помощь, мужик. Теперь думаем, поговорить можно. Ты сказал, что за тобой гнались наемники. Почему? В общем, дали мне ученые по контракту радиопередатчик, протестирую, мол, и все дела. Я крутил эту хреновину, и случайно на закрытый канал наемников вышел. Ох, и переговоры у них были. Слышал я все это, рот открыв, и не оглядывался даже. А тут наемники поняли, что кто-то их связь палит, и передали всем своим окрестность прочитать. Но тут и началось. Из-за куста уже через минуту повалили наемники. Я по случайности в аномалию сигнал. Хорошо еще, что не карусель какая-нибудь оказалась, а пространка. Вот так вот. А этот передатчик еще у тебя? Он со мной, но, похоже, при перемещении сюда я разбил его во время побега от наемников, я его в рюкзак засунул. Когда из аномалии вывалился, то на этот же рюкзак и плюхнулся. Он теперь на конструктор стал похож. А что-то из деталей этого передатчика уцелело? Пара микросхем, но они бесполезные. Аккумулятор могу отдать тебе, если нужен. Меня просили найти аккумулятор к подобному радиопередатчику. Давай его сюда. Ну вот тогда я передаю аккумулятор этому человеку, а я пока оттушусь немного. Ладно, пойду я. Ух ты, а это, кстати, для военного, да, нужен радиопередатчик? Мне нужно с тобой поговорить. Подойди ко мне. Во-первых, на, держи радиопередатчик. Подожди. Вот, держи. Ага, все, надо, осталось, медную проволоку найти где-то. Так, расскажи о своей группе. Да подожди, в смысле? Зверь, заходи за флягой с водой. Я очистил. Че, лютому не надо докладываться? Ну хотя бы в чем-то не нужно ему докладываться. Так, флягу с водой давай забираем тогда, спасибо, очень выручил. Привет, зверь. Мы тут с ребятами собрались еды немного раздобыть. Нужна твоя помощь. Какая помощь-то от меня нужна? Я сказал, что видел стая плотей надалеко от базы. Мы решили, что раз другой их нет, то нужно этих плотей на меня спустить. Поможешь ребятам их убить? Ладно, помогу. С тобой пойдут змей, кувалд и я. Но мне сначала в одно место заскочить нужно. Как только освобожусь, сразу к вам. Ты поглядываешь, чтобы эти двое не поссорились на поле. У тебя Маркус став метку, где этих плотей нужно искать. Когда будешь готов, поговори со змеем. Да, е-е-е, господи, погнали. Короче, до этих вот став метку пошли. Убить плотей. Пойдемте, пацаны. Думаю, что с этим будет все легко. Да можно я в соло пойду их развалю быстренько? Потому что сейчас вы будете миллиарды лет топать насюда. Потом миллиарды лет еще обратно идти. Мне проще самому сейчас их потирать и все. Вот они тусуются. Одна. Вторая. Третья. Четвертая. И вон пятая. Иди сюда, четыре патрона. Ах ты. Ну слушай, я так-то свой калашников неплохо так прокачал. Я вижу, ты с ребятами и без меня справился. Возвращайся на базу. Заодно и я вернусь сейчас. Кувалда и змей сами мясо к базе принесут. Хорошо. Вернуться на базу и поговорить с Маркусом. Пойдем. Эм. Вот Феннипон, без вести пропавший, спросите Лютого, куда подевался Маркус. Как говорится, его мысли всегда актуальны. Блин. А где он? Пойдем поговорим с Лютом насчет пропажи Маркуса. Это как-то, знаете ли, подозрительно. Здравствуйте. Маркус должен был вернуться, но его нет. Ты не знаешь, куда он отправился? Хм, нет, не знаю. Он ничего не говорил мне. Погоди минуты, попробую засечь его сигнал КПК. Давай. Сейчас стрел на это самое. Смотри, Хацкер, Хацкер. Я вам и Хацкер. Ну что? Звери. Кажется, засек сигнал КПК. Точнее, засек зону последней активности КПК. Стречно беги туда. Я чувствую, что с Маркусом случилось что-то не очень хорошее. Лечу на всех парах. Черт, Маркус. Куда же ты вляпался? Проверить точку. Ну тут мы химеру валили, а он... Как обычно, все пролетает в голову. Ну и напугал ты меня, зверь. Я не думал, что человек может только времени лежать в отключке. Попали мы с тобой. Ой, попали. Кого черта? Что произошло? Охрен его знает. Но я точно знаю, что ничего хорошего. Это, наверное, выходки той твари. Зря я поперся проверять это место. Ой, зря. Только тебе написал сообщение, а сзади кто-то по башке как даст. Очнулся, я уже здесь. Видимо, это логово той твари. Сначала обрадовался, думал, что я уже выбрался. Но открыв КПК, я понял, что нихера. Мы до сих пор в аномалии, просто под ней. Печальное известие. О какой твари ты говоришь? Я видел ее пару раз, никому об этом не говорил. Думал, что не поверят. Назовут сумасшедшим. Но это не так. Внешне эта тварь похожа на кровососа. Но при этом умеет говорить и носит одежду. Еще и в контактах я видел профиль с именем Стронглав. Но это точно не человек. И это не самое страшное. Я пытался убить ее. Но как только открыл огонь, тварь сразу же исчезла и засмеялась. Она смеялась с меня, зверь. Я... Я не знаю, что делать. Я тоже видел эту тварь. Но думал, что мне показалось. Нам нужно найти выход, Маркус. И мы его найдем. Думаешь, я не пытался его найти? Если пройти в губь норы, можно увидеть подъем вверх. Но там что-то мешает подняться. Стой. Ты чувствуешь? Что я должен почувствовать? Это запах. Воняет горилла. Именно такой запах я чувствовал раньше, при приближении к тваре. Сидеть тихо. Кажется, хозяин этой норы вернулся. Этого еще сейчас не хватало. Это правильно. Эм. Что-то было с дверью. Что здесь происходит вообще? Оно ушло, но думаю ненадолго. Дать тебе внятный ответ не могу. Я сам не понимаю, что происходит. Оно опять смеялось. Возможно, оно нас увидело. Надо бежать отсюда. Причем срочно. Согласен. Давай искать выход. Я не в том состоянии сейчас. Давай пока лучше ты. Давай-ка лучше пока я твой тыл прикрою. А ты поищешь выход. Эх, это хоть какое-то подобие плана. Тогда ты ищи выход. Как найдешь сообщение мне скинь, ладно? Не беспокойся за меня. Я выберусь. Иди. Спасибо. Я пошел. Так, ну по-моему, ну честно скажу вам, я играл в пространку. Буквально часа 2-3. Я знаю, что надо сделать сейчас для того, чтобы выбраться. Стоп, подожди заметочка. Ага. До этого я не видел эту тварь так близко. Маркур сказал, что нужно искать выход. И я с ним полностью согласен. Не хочу быть здесь, когда эта тварь снова вернется. Что это вообще такое? Человек или мутант? А может призрак зоны? Блин. Чем дальше я пытаюсь зайти, тем больше возникает вопросов. Так, хватит писюльки писать. Нужно искать выход. Этим займусь. Писюльки писать. О, нифига, анимация так-то прикольная. Скрытая у этого калаша. Я думал, что он будет его просто держать и все. Ну ладно, не важно. Окей, здесь имеется вроде как... Э, 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 как... А как? Ага, вон вижу. Так, ну давай. Опа. Модуль-дешифратор. Изобретение ученого, что позволяет увидеть скрытые аномальные поля. Ну, короче, тот самый хрень, который спрятал падальщик, как я понимаю. И сейчас нужно, видимо, пробраться наверх дальше. Вот так вот. Аккуратненько проходим. Но вот правда, блин, это вот ступенька. Ааа. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Можешь? Могешь? Умеешь? Давай, мужик, давай. Прыгай дальше. Ну, то что такое-то? Ну, давай. Ну, нет, стоп. Ну, правильно я вообще ползу? Нет? Да, видимо, правильно. Да, правильно. И теперь надо отсюда вылазить. Какие люди? Привет, животные. Ты что тут вообще делаешь? Это ты? Что здесь делаешь, придурок? Ты хоть представляешь, какую жопу ты залез? Если сейчас же не уберешь самого пути, я завалю. Мне терять нечего. Смотри, как заговорил. Ну, ничего. Сейчас ты по-другому запоешь. Ах, да. Привет себе от синдиката. Дай я тебя. Мракобес тот еще кадр. Мы с ним никогда не ладили. Но истинное веселье началось после того, как шакал перевесил чашу весов в мою сторону и назначил меня вместо мракобеса главой небольшого отряда наемников. В тот же день мы отправились на кордон по личному заказу шакала. А мракобес потихоньку принялся готовить мне план мести. Слушай, зверь, я не просто так позвал тебя поговорить с глазом на глаз. Многие недовольны, что старшим группой шакал назначил тебя. Мракобес очень рвался занять это место. Да не только он. Будь осторожней. Кто его знает, что у него на уме? Он опасен. Спасибо за совет, но я сам решил, что нужно делать. Конечно, дело твое. Делай, что хочешь. Просто запомни мой совет. Раз шакал назначил тебя главным, значит было за что. Правда, не все так считают. Но думаю, что несколько хорошо выполненных заказов поднимут твой авторитет. Кстати, там часовой передал по рации, что от остановки к нам направилась группа сталкеров. Кто они, мы не знаем. На предупреждение свалить они не среагировали. В общем, сам решили, что с ними делать. Понял. Сейчас поговорим с ними. У тебя все? Нет? Еще не все. Местные не очень им обрадуются. Целая куча наемников у них под боком. Без приглашения в их лагеря лучше не соваться. Пока дорога нам открыта только в деревне новичков. Но ты об этом знаешь. Теперь все. Не буду больше отнимать в себя драгоценное время. Не прощаюсь. Еще увидимся. Глава 2. Без морали. Назад! Внимательно. Наемник. Я так понимаю, что ты у них главный. Опустите оружие. Мы просто поговорить пришли. Пока что. Наемник, ты старший? Какого хрена вы забыли на кордоне? Если мне память не изменяет, наемникам запрещено ставаться сюда. Не так ли? Вы что, совсем охренели? Валите оттуда пока целы. Меньше знаешь, крепче спишь. Слыхал от такой поговорки? Послушай, синий. Ты давай лучше говори по-хорошему или будь по-плохому. Это не ваша территория. И вам здесь право качать не с руки. На твоем месте я бы рассказал все сразу. Это угроза? И что вы втроем сможете сделать против целой группы? Если надо будет, завалим всех. Говори, что вы делаете на кордоне. Мне этот разговор уже начинают доставать. А меня этот разговор уже достал. Ох, издряю вы приперли сюда. Даю последнюю возможность валить сюда. Пока кости целы. Не указывай нам, что делать. Ой, ты, продажный кусок говна. Приперлись сюда. Развихивайте что-то. Нарушайте договоренности. Еще указывать вздумали? Это наша территория. И это вы свалите отсюда. Жаль. А я ведь вам дал шанс. Я жрать хочу, ужас, капец. Ладно, давай покушаем. А что это такое вообще сейчас было? Я не понял. Курьер какой-то. Вот чмо. Приперлся, что-то выпендривается. Так, дробовик у тебя был. У тебя... Не знаю, есть смысл мне брать дробовик вообще для... Не знаю, наверное, нет. Выкинем пока его. Так, я еще и пить хочу. На, попей. Ну, что скажешь? Их будут искать, скорее всего. Думаю, они предупредили своих, что пойдут в разведку АТП. Это светит нам проблемами, зверь. Какие будут твои дальнейшие указания? Скорее всего, это были не люди Волка. В деревне новичков все предупреждены о нашем появлении. Нужно выяснить, кто и для чего послал их сюда. И еще избавиться от трупов. С этим проблем не будет. Подумаем, что с ними сделать. Что дальше? Нужно выяснить, имеют ли отношение к этому инциденту Волка и его брата. Оставь это поручение мне. Схожу к сталкерам, постараюсь узнать что-то об этом. Я пойду с тобой. Нужно переговорить с этим старым храчом Сидоровичем. Он не должен заподозрить, что его заказ, но только лишь прикрытие. Угу. Следует за вороном. Ну, видимо, нужно идти до Сидоровича, да так. А ты куда пошел-то? Каким-то путем странным. Ну, погнали тогда. Субтитры сделал DimaTorzok